Добрый день, нестачнимые отцы, братья и сестры, уважаемые коллеги, все присутствующие, все гости. Я хотела бы для начала проверить, хорошо ли слышно, что аудитория сочетвическая по своему настроению. Есть звук голоса в разные танцы. Я могу и выйти, я не очень связана со столом, поэтому я могу выйти так, но главное, чтобы было слышно. Я хочу сразу сказать, что я по возможности сокращу тех своего выступления за счет предисловия. Я просто изложу кратко, что я тоже хотела бы рассказать прежде всего о наших детях, только мои дети довольно взрослые. Это студенты, магистранты, аспиранты, Таврического, кто еще не был просто на наших конференциях, возможно, Таврического национального университета в Крыму. И я не читаю ни теологии, ни философии. Это студенты, магистранты и так далее, которые специализируются в области лингвистики, литературоведения, перевода и культурологии. Но одновременно я часто рассказываю о наших успенских чтениях, и по возможности, когда мы берем анализ прежде всего текста, по нему у меня все эти столики, то я стараюсь привлекать к этому анализу какие-то идеи, мысли, которые я с такой радостью увожу с нашей конференции, ну и чуть-чуть, может быть, добавляю что-то из своего. Поэтому тема этой конференции для меня очень была близка именно в таком ракурсе. Да, я как преподаватель, я думаю, все преподаватели, включая нашего наисимпатичнейшего профессора Марика, если он мне позволит такую фамилиарную, знают, что нет ничего сложнее, чем детские вопросы. Они сложны не только потому, что они неожиданны, а потому, что, ну будем говорить прямо, они о главном. Иногда с подначкой, иногда без, но они почти всегда о главном. И они всегда предполагают, что ты должен о них ответить. В этом смысле мне кажется, что есть нечто общее, да простят меня достателые отцы, между вопросами Бога и вопросами детей. Это те вопросы, от которых нельзя увернуться. И второе, на что я хотела бы сфокусировать внимание слушателей, чтобы им не казалось, что последующий сценарий, а это будет даже не доклад, а сценарий, сокращенный, но только по объему, а не по содержанию, а сценарий одного из наших вот таких вот диалогов с моими подопечными, чтобы им не казалось, что они слишком наивные или, прошу прощения за прямоту, слишком безграмотные. Ну, во-первых, они дети нашего времени и нашего пространства. Во-вторых, среди них очень много. У меня нету однотипной аудитории. Там сидят православные, католики, протестанты, свидетели Иголы, менониты, баптисты, буртисты, ну и еще многое-многое, многие другие конфессии и динаминации. Там сидят украинцы, русские, крымские татары, поляки, потомки, многие из них депортированы, прошу прощения, сынных поляков еще времен первого и второго польского восстания. Там сидят греки, сидят армяне и так далее. Поэтому они по-своему все эрудированы, но их эрудиция очень разная. А если говорить о детях депортированных, то по понятным причинам, если они эрудированы, то только в исламе. А даже и в исламе не очень, потому что это пока еще первое поколение, которое выросло в Крыму из числа моих студентов. Остальные еще получали образование в меру возможностей будущей депортации. Поэтому если некоторые их реакции кажутся вам или покажутся вам слишком наивными и смешными, я очень за то, чтобы мы улыбнулись, но не считайте, что наши студенты – это самый низший уровень возможностей студентов нашей страны. Это особые студенты. В своем роде они знают, может быть, больше по своей биографии, чем знаем мы. А теперь по сути дела. Значит, вот третье и последнее, что я выну из предисловия, оно такое. Мы, не знаю, как в других благословенных местах, мы вот в Крыму наблюдаем, как мои коллеги-преподаватели, так и я, вот такой синдром. Дети исчезают. Детей становится все меньше и меньше. Я имею в виду не тех детей, которые по улицам, в колясочках. Я имею в виду детей по типу мышления, по типу восприятия мира. Вот появляется странное поколение, которым одновременно, ну по нашим прикидкам, в зоне 40, это менеджеры, холодные, четкие, трезвые, деловые, чуть-чуть циничные, в меру. Я люблю своих детей, в том числе и больших. И одновременно им пять лет. В плохом и хорошем смысле этого слова. Им пять лет, потому что они очень любопытные. Ну, компьютерное размышление привычает к тому, что все на клипах. Все надо очень быстро-быстро-быстро перехватить, а разберемся потом. А с другой стороны, они безответственны. И они не хотят быть ответственны. То есть на клавишу нажал клавишу, сбил на клавишу, нажал клавишу, сбил. За кого отвечать-то? За блогер? Поэтому вот этот гибрид, как бы, трезвого, не по возрасту, холодновато, зрелого, человеку, которому нужны профессиональные знания. Ему не нужны богословские знания. Ну, философам, конечно, нужны тем, кто на философском факультете. Но я там не читаю. А нашим нужен язык, умение анализировать текст, умение переводить, умение разбираться. Все. Это моя профессиональная обязанность, они за это деньги платят. А я у них на найме. И никаких сантиментов. А с другой стороны, это дети, которые готовы прицепиться к каждому слову и скрутиться в него. Дети должны отвечать за все. За ислам, за буддизм, за православие, за католичество, за разницу, за все церкви, какие только не существуют на белом свете. За депортацию. Со дастую. То же. Так что, вот идеальный плацдарм. Вот сдать большего количества детских вопросов трудно где-то услышать, а ответы желают. Вот это и все мои прилиминалии. Материал, который гуляет где-то по рукам, это очень короткое стихотворение Эллиота. Это трудный автор, его нельзя так с носков убрать, но это короткое стихотворение и порождено оно в общем пронзительными обстоятельствами. Это эвакуация британских войск с континента, после их разгрома в сороковом году, подавленное состояние, все чувствуют себя униженными. И тогда открывается фотовыставка, Британия сражается и Министерство информации, военное по существу, заказывают Эллиоту впервые, по-моему, в последний раз, когда он на заказ работал, какое-то сопровождение к этой фотовыставке. И сам он всегда говорил, it's not quite a poem. Вот это нельзя назвать стихотворением. Мне очень это и понравилось. Я включила это стихотворение в шотландскую антологию, прошу прощения, у вороватого, у англичан, так пусть поделится. Ничего, это богато. И перевела это стихотворение, хотя я знала, что есть русский перевод Андрея Сергеева, и я очень хорошо знаю, что есть хороший перевод Максима Стрихи, мы с ним дружим, украинский перевод. Я учитывала, что для моей аудитории они очень сильно владеют украинской мовой уже, но не настолько, особенно для тех, кто начинает депортовать, чтобы они могли анализировать это вольно, спокойно. И тежване, они чувствуют себя свободными в их английском языке, но не до того, что они могли анализировать это текст и развиваться в деталях, и чувствовать уровень этого текста, и впечатления этого текста, для меня анализировать все в английском языке. Поэтому приходится будет работать так, в разных режимах. А теперь я возвращаюсь к самой сути. Значит, все остальное будет, если даст бог, напечатано в сборнике, поэтому, какими я пользуюсь методиками и так далее, это все будет написано в сборнике, и я это пропускаю. Времени нет, мне бы хотелось представить скорее детей этих вопросов. Итак, вот наши такого рода семинары идут в режиме диалога. Как правило, варианты такие. Руководитель и все участники, работа в парах, то есть они между собой работают, и группы, в которых мудрается свой лидер, и все остальные, которые поддерживают своего лидера тематического. В данном случае мы попытались поставить странный вопрос для высокопросвещенной здешней аудитории. Что можно было бы или нужно было бы менять в этом тексте, для того, чтобы его адекватно для себя и для своей картины мира воспринял? Первое. Язычник. Ну, будем говорить это не совсем корректно. Язычники были разные. Предполагается вот классический, архаический, что называется, стихийный язычник. Разумеется, не Платон, не Аристофель, а вот такой. Язычник первые иные сказали. Второе. Что в этом тексте нужно или можно или необходимо менять, если это текст, который идет по рубрике «Там говорит христианин». Они прекрасно знают, что Томас Тернзелли вот таки был христианином, но это надо доказать по тексту. Это факт его биографии, а это вот покажи по тексту. И третье. Что надо менять в этом тексте или оставить так, как есть, если говорить техналь. Человек из мира техноцентрического, которому, да, что-то где-то, кто-то в это. Кто хочет, да, кто хочет, нет. Там что-то, да. Но это не касается моей жизни. Вот текст один и тот же. Был им дан в трех вариантах. Английском, украинском и даже двух русских. А дальше разбились на три группы. Лидером первый язычник, лидером второй христианин, лидером третий техналь. Лучший способ это подвернуть вопросы к тем, кто их задает. По принципу сам спросил, сам и отвечает. И дальше мы начинаем работать. Я пропускаю даже начало. Как они определили главное ключевое слово в этом стихотворении, но во всем уже не проведешь дискуссии. Они его определили как родина. Они исходили из того, что Британия сражается, дает единый концепт. Британия и Айландс идет под рукой к родину. Они пробовали выбрать война, но оказалось, что это не совсем так. Потому что если выбирать война, то тогда это стихи, условно говоря, более-менее агрессивные. А на самом деле, если идти по линии веры и религии, то это стихи о том, что ты готов защищать. Следовательно, пока остановились на концепте Ротина. А дальше пошли работы. Итак, подзаголовок был такой, мы пытались понять. Мы не спрашивали, какие там веры и так далее. Мы пытались понять. Вот этика будет разная, если это же стихотворение будет читать язычный христианин или технанин. Ну, распределили, сколько примерно христиан могло быть в Шотландии перед началом Второй мировой войны. Они сошлись на том, что каждый второй шотландец примерно признавал себя христианином. Это статистические данные. А дальше пошли дальше. Итак, какая главная трудность? Это мои вопросы. Я чуть-чуть буду менять голос. Прошу прощения, но играть я, конечно, не буду в полном смысле в столь досточтимых стенах. Ну, чтобы было понятно, что где-то вот руководитель, а где-то они. Значит, какая главная этическая проблема? Война – это плохо? Плохо. Родина – это хорошо? Хорошо. Вера для каждого верующего – это хорошо? Хорошо. А где этическая проблема? Пауза. Они должны совпасть. Кто они? Хорошо для Родины и хорошо для веры. А война? Это война за Родину. Хорошо. Ну, дальше начинаем спрашивать. Если это война за Родину, значит, каждый из трех наших лидеров видит эту Родину по-своему. Техноцентрическая картина мира. До этого не могу отказать удовольствия. Прочтете, но уж очень симпатично. Делимся на команды. Перегруппируйтесь в три команды. Внутри каждой сами найдите лидеров. Кто согласен стать на время голосом язычества – лидер находится. Современного техномышления – лидер находится еще быстрее. Ремарки мои в скобках. Это с магнитозаписи расширшовка. А кто готовит стать голосом христианства? Ты шишна. Понимаете, при всех разночтениях, все-таки пропорции у меня, все-таки, как бы теоретически христиан побольше. Я немножко с обидой. Да что ж, за мировые религии постоять некому. Спросить за христианство я не могу. Обидятся буддисты и исламисты. Но я могу задать вопрос за лировые религии. Пауза. Один отважный голос. Я попробую. Да, это реалитет. Разница в быстроте от тех, кто вызвался быть лидерами. Они будут теперь доказывать, что надо меня. Начали. Техноцентрическая картина мира. Хорошо. Значит, расписываю все слова по стихотворениям Алиота. Разговаривают в парах, которые можно отнести к родине. Задаю вопрос. Вот перечислите. Пауза. Переговариваются. Опять пауза. Главный технарь. Задет за живое. У меня что? И Бога нет. И Родины тоже нет. Голос. А какая Родина у компьютера? Технарь. Возмущенно. Я не компьютер. Я человек. Тот же эхидный голос. Ага. Ты-то человек. А картина мира у тебя какая? Голоса на перебой. У него пульт вместо Родины. И программа управления вместо Бога. Я технорю. Да вы не обижайтесь. Раз они умные, пускай сами переиначат тексты Элиота на свой язык. От имени техно мира. У кого есть тексты, просто ну как-то вот посмотрите. Там первые строчки обращения к памяти, которую я должна наполнить людям. И вот собирается эта память из всего. Из британских домов, из британских пашин, из британской поэзии. Переведите на техноязык. Работает уже группа технаря. Хотя бы первые строки. Передайте сообщение. Звуковым кодом. Вы устаревшее архитектурное сооружение. И вы регулярно обрабатываемые сельхозугодья. И т.д. и т.п. и т.п. опускаете. Я уже говорю, а как перевести последнюю строчку. Мы заняли наши места и выполним наш приказ. Ради этих строчек все писалось. Технарь сердито. Это просто. Все приборы приведены в режим готовности. Ждем команды на старт. Одобрительный смех. А вот этика-то зависла. Я так вот тихонечко начинаю заваливать. И говорю, скажите, а вот если бы в вашу машинную память я сегодня ввела все данные о Британии. Ваша машина патриоткой бы стала. Не забудьте, это Крым. Проблема патриотизма, это острая проблема. Смех технарь нет. Я почему же? Ну как? Патриоты, они же за родину умирали. Не слят, не слят, не слят. Умирали. А я допишу вашей машине команду. Самоуничтожиться вместе с противником. Технарь, Угрюма. И когда же мне самоуничтожаться? А когда ваше пространство, вот со всеми характеристиками, которые мне дал Иллиот, попадет в аварийный режим. Технарь и Давида, а что такое аварийный режим? И вот тут настал черед христианской. Говорю я, браво. Теперь вы сами увидели, когда вы пределы техноэтики. Действительно, что такое аварийный режим технический? Что? Британию всю сжигали дотла. Все ее население ставили к стенке. И главная проблема какая? Он говорит. Ладно, пускай уж я самоуничтожусь. Но у меня в программе что написано? Вместе с противником? А с каким это противником? С духами тьмы, что ли? Нет. Вы мне сначала расшифруйте, что это такое, и погибнут ли они, если самоуничтожусь я, а иначе на кое ляг мне самоуничтожаться? Конец технаряда. Я говорю. Ну представитель техномира по логике своей прав, хотя по форме выражался нестандартно. Все. То есть мы вот техно-картинку прошли и уперлись. Нету таких критериев, по которым нужно занимать свои места и выполнять свой приказ к цене жизни, если мы не знаем, кто, во имя чего и во имя кого все это произойдет. Нет, нет, ничего не получается. Ладно, перешлю к язычникам. Языческая картина мира. Спасибо, передаем слово язычникам. А у вас как бы звучал этот текст? Все жгут. А так и звучал как-то. А так, как у автора. Что? Ни одного слова вы не меняете? Ни одного. А духи тьмы? А что духи? Ну духи врагов. Их и на мире. У нас свет. У них и на мире тьма. У них и духи все такие. То есть перегнали образцовый языческий текст? Нет. Ну язычники, они бы сказали, круче. Там, короче. Ну, врагов надо всех уничтожить. Изюмных надо отобрать. Хорошо. А какие бы строки Элиота вы, язычник, поняли быстрее всего? Дальше начинается изюм. Обращение к людям нашей крови, нашего языка. Еще раз напоминаю. Уважаемые отцы, братья, сестры, коллеги. Действие происходит в Крыму. А и в Украине тоже не лишнее. К людям нашей крови, нашего языка. А кто они ваши? Какой их крови? Ну, подлови. Британская. Хохот. А что это они так развеселились? Обороняют Британию, значит, кровь британская. А, британская крови не бывает. Что это кровь? Пиктов, бритов, римлян, скотов. Пошли эрудиции. Я говорю, ладно, достаточно. Еще могу вас порадовать. Еще были люди верхнего палеолита. А потом позднего, который уже неолит. Так что, говорю, в Британии у нас то самое наше. Все хором радостно. Неолитяне для Великой Мах. Это замечательно. Потому что вопрос, кто там коренные, это вопрос каждодневный, который я слышу каждый день. В том числе, это связанное с вопросами веры. Вот у кого коренное население, у того и коренная вера. А язык же какой ваш, язычник уже осторожнее. Английский и быстро. И все другие языки Британии. Какие? Ну вот, Геликс, Котс, я тихо. Мэнс, Норс, Эрс, язычник. Это уже не языки, это уже диалекты. Я говорю, сегодня диалекты, а вчера, позавчера, тысячу лет назад и немедленно голос. Мы вот автономии как добьемся, так ты узнаешь, языки это у нас или диалекты. Моя аудитория, я предъявляю ту, которая была у меня. Руководитель. Ну и как? Такое возможно, чтобы наши, за которых вы поймете умирать, были таким миксом. Язычник Арим. Ну да, Арим, но вы же отвечаете за языческую картину мира и за ее этику, а не за государство Рим. А этика, это, кстати, что? Это ценности. Хорошо, за какие ценности вы пойдете умирать? Язычник, за свой рот, за свою землю, за свою зарплату, хохот. Ну что это вы рассмеялись? Псы войны были всегда. Хорошо, но зачем же вы, если ваши такие разные, а вы взываете память? У них же память тоже разная. За что им сообща умирать-то? Голос. У нас культура общая. Примечание, почитаю. У нас культура общая. Ну, приходится идти в оба. Я язычнику. Лично вы за общую культуру умирать пойдете? Тишина. Язычник тихо. Нет. Общее молчание. Вот я такие муты. Честно сказать, цени больше любых выгодов, которые я могу им, или они могут мне сказать. Вот теперь перешли в христианину, простите, отцы и братья, но раньше нельзя было. Надо было что-то исчерпать сначала. Хорошо. А вам что-то нужно в тексте менять, чтобы он соответствовал вашим ценностям? Или он убежденно перешедший, как вы помните, в англо-католичество, нобелевский лауреат? А я не знаю, как сказать. А скажите по-христиански просто и прям. А мне кажется, менять придется все. Так. А вы помните, что автор текста христианин? Да, но это же не его личный монолог. Да, но он же от него не отрекался. Ну, давайте послушаем текст. Что вам придется менять? Ну, не могу же я сказать. Расскажите старинные христианские дома. Веками паханная христианская земля. Одобрительный смех. Не можете. А так сказать можете? Враг ополчился на вековые наши храмы. На древнюю землю нашу христианскую паузу. Обсуждают в паре. Да, так сказать можно. Ну, просто. Реалии текста сопровождаем все эпитеты христианские. Или меняем на реалии церковные. Так пойдет, молчат, чуют под Богом. Ладно, говорю, что такое миссионеры? Помним, помним. Они же работают все время сынородцами, сынородцами, сыноверцами, сыноязычниками, сыноязычниками. Ну вот, пожалуйста. Разбейтесь на две группы британских миссионеров. Одна группа будет объяснять с точки зрения веры, за какую родину следует стоять насмерть, а другая объяснит нам, с кем или с чем нужно сражаться, сколько хватит сил. Печальный голос. Это что, исходя из текста Элиота? Да, говорю прямо по тексту. Идет дискуссия. И начиная с конца, если можно, у кого текст и самый финал, мы выполним, там сказано, мы займем наше место и выполним наш приказ. Так, начинаем с конца подвигаться кверху. Мы выполним, что, вместо нашего приказа, голоса, завет, заповедь, грамотный народ. Мы заняли наши места, где, везде, где мы нужны. Люди наши, что, веры нет, почему нашей, начинают пары говорить. Мы ведь обращаемся не обязательно к едининоверцам. Скорее всего, даже не к ним. И как же вам их назвать? Пауза. А как проповеди начинаются? Хор. Братья и сестры. Ну, давайте мы так начнем. А теперь прочитайте друг другу в парах последние строки заново. Исламисты, буддисты, повторяю, свидетели Иеговы, католики, протестанты, евангелики, православная, армянская церковь и далее, далее, далее. Братья и сестры. Мы готовы быть в любом месте, где мы нужны. И выполнить наш завет. Голос нет, лучше данный нам завет. А почему только нам? Голоса их. А как сказать иначе? Ну, не без того, чтобы я свои пять копеек всталила. Руководитель может так и выполнить завет, которым всех людей объединил с собой. Кто? Кор. Наш Бог. Пауза. Один голос. Нет. Просто Бог. Все молчат. Вот это вот кратко образец того, как выглядят такие семинары на практике. То есть, таким образом, христианская этика перекладывается на реальный уровень понимания, непонимания, восприятия, невосприятия людей разных профессий и разных людей. Напоследок, чтобы слегка под этим узбить, маленький комический эпизод. И на этом я позволю себе закончить, памятуя, что я тут не одна, а докладчика украшает, ну, минимальное приличие победы. Разговор пошел о другом. Что же все-таки враги-то? Врагов никак же не найдем. Чудный текст. Такой текст спрашиваем, может кого-то обидеть? Даже среди не наших. Нет. С такими словами можно идти сражаться? Пауза, голос. А против кого сражаться? У нас и врагов теперь нет. Все братья и сестры. Вопрос умный. А против кого сражается Ое Леота? Против духов тьмы, огненных и поднебесных. А это то, что мне очень нравится. Опасливая пауза. То есть странным образом, вот позитивный полюс, лихо расправляются. Побаиваются, поняли, что разговор пошел всерьез. Ну, говорю, если мой нужен комментарий, просите поддержки, молчи. Я говорю, нет, дальше не надо, записывайте себе задание на дом, торопливый голос, просим поддержки. Руководитель. Да, братья и сестры, миссионеры из нас пока не хотели. Верно, я не хотела вас заставлять просить. Я хотела вас потренироваться в этике свободы. Христианская религия свободна. Там не навязывают ничего, даже поддержки. Хорошо, пошли дальше. А кто же, говорю, при этом был вашим противником и дал, не дал вам возможность запросить поддержки сразу? Голос насмешливый. А что? Неужели духи тьмы? Они самые. С точки зрения христианства. Полная пауза. Ну, говорю, как же, кто-нибудь помнит, как христианство оценивает страсть? Голоса отрицательна. А из двух эллиотовских определений, огненные и поднебесные, да, духи, страсти подходят какие? Огненные. А упрямство огненным бывает, а хором бывает. Хорошо, идем дальше. Хуже другое. Хуже поднебесные. Они хорошо знают символику. Они проходили спецсеминар по символике пространства. И сразу говорят, как? Наверху все позитив, наверху небесное, наверху Бог. Откуда дух тьмы поднебесные? Ну, говорю, как же, вот говорю икону, помните, вот рай. Это они помнят все, хотела бы по иллюстрациям. Вот зачем? Древо. Внизу люди, то есть мы с вами в лице Адама и Евы. А над нами, прошу заметить, кто? Волос змея. Змей. Типа не позорься. Хорошо, только змей-то высоко. Почему? По общемировой символике это место божественных сил. А чем нас соблазняет с вами лично, конкретно, вот вас, передо мной, сидящих в тьме? Знанием соблазняет. Умом соблазняет. Высотой соблазняет. Уйти, как боги, высокому уму, высокое положение. Менеджер-то я своих помню. Выходит, и духи тьмы-то могут быть какие по эллиоту? Поднебесные. Слава Богу. И дальше мы пишем домашнее задание. Закончить перевод перепразднованного селедворения на три мировических картины мира. Отредактировать вариант своего соседа в паре. И сделать резюмент. Меняется ли этика, мотивация поступков человека. И они, упаси бог, ни одного позитива, ни негасивого внести нельзя. Все люди разных конфессий. Если он вписан в ту или другую картину мира. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ